Свердловские наркополицейские задержали участников организованной преступной группы. Все они родом из Нижневартовска и промышляли продажи наркотиков. Разъезжали на Порш-Каене, способном скрывать госномер, а также имели поддельное удостоверение внештатных сотрудников ГАИ. Юлия Першина с подробностями. На допросе в полиции этот молодой человек поначалу ведет себя нагло. Причины вам задержания понятны? Нет, непонятно. Непонятно? Нет. То есть вы не знаете, в чем вы подозреваетесь? Вы подозреваетесь в организации сбыта наркотических средств? Впрочем, против доказательств, собранных правоохранителями, что называется, не попрешь. Они установили точно. Полгода назад четверо уроженцев Нижневартовска приехали в Екатеринбург. Официально, чтобы заниматься бизнесом, перепродажей дорогих автомобилей. Но вышло иначе. Гораздо прибыльнее им показалось торговать наркотиками. В Екатеринбурге молодые люди арендовали гараж, однако использовали его вовсе не для хранения автомобилей и запчастей, как утверждали на допросе. Полицейские заподозрили, что гараж используется для хранения наркотиков. В ходе обыска эти подозрения вполне подтвердились. В гараже организатора данной преступной группы было обнаружено наркотическое средство метилэфедрон массой 380 грамм. Это особо крупный размер в соответствии с нашим законодательством. Предприимчивые гости с севера были задержаны. У полицейских не возникло множество вопросов. Например, зачем скромным торговцам автомобилями понадобилось оборудовать свой Porsche Cayenne автоматическим устройством для маскировки регистрационного номера? Или откуда у молодых людей взялись удостоверения внештатных сотрудников ГИБДД? Кто вам продал эту историю? Или может быть на самом деле дружинник? Конкретно купили. Хорошо, а где купили? По объявлению. По объявлению? За сколько? 5 тысяч рублей. Липовый инспектор госавтоинспекции сейчас находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере». Если вина гостей из Нижневартовска будет доказана, им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Юлия Першина, Альберт Полудницын, Александр Плюснин. Информационная программа «День». Екатеринбург.